В воскресенье совершалась память преподобных отцов Германа и Сергия Валамских, а также преподобного Силуана Афонского. В этот день глава Среднеазиатского митрополитчего округа совершил литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента. Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий в своей проповеди напомнил прихожанам о том, что всегда нужно быть благодарными Богу за все, что есть у каждого из нас, и тогда Господь приумножит эти блага. Сюжет по материалам пресс-службы Ташкентской епархии. В этот день за богослужением звучала евангельская притча о человеке, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. Он поступил мудро, раздал каждому по его способностям. Одному несколько талантов, так назывались в древности серебряные монеты, а другому поручил значительно больше. Каждый раб распорядился ими по-своему, кто-то употребил их в дело и приобрел прибыль. По возвращении господин благоволил к этим слугам, а один поступил неразумно. Он закопал деньги в земле, побоявшись, а может, поленившись, распорядиться ими в пользу господина, приумножить. Из-за нерадения он был наказан. По окончании литургии митрополит Викентий обратился к прихожанам с архипастерским словом, раскрыв смысл евангельской притчи о талантах. Как говорит Господь и апостолы Христовы, что все мы должны делать с любовью, с уважением к ближним и с тем, тем, чтобы наше служение в этом мире, где бы мы ни находились, мы должны с благодарностью к Богу, с любовью к ближним и с честностью и порядочностью исполнять свое служение. О том, чтобы мы были благодарны Богу за все, что у нас есть, и то, что Он нам дал, и здоровье, и мудрость, и силу, благодарить Бога за этого и стараться применить эти силы на благо своей души, ближних и окружающих людей. И Господь, видя наш труд смиренный, кроткий, воздержанный, любвеобильный, Он воздал нам свое благо и возрастит наше достояние на этой земле и в будущей жизни вечной. Поэтому будем стараться, стремиться к тому, чтобы служить, трудиться в мире своих сил, сколько дал нам Господь, и не смотреть на других, и не завидовать, не осуждать, не удовольствовать, а исполнять свои обязанности, которые дал нам Господь каждому по своей силе.